С Москва-Ульяновск в ожидании вылета в подмосковном Внукове. Пассажиры обмахиваются тем, что попадается под руку. Воздуха не хватает. Ещё при посадке пассажиры стали жаловаться на духоту. Не работала вентиляция. Экипаж просил подождать. Запустят двигатели, пойдёт холодный воздух. Каждый просто подёргал вот этот вот ползунок. И там просто было ни капли воздуха, ни горячего, ни холодного. Люди стали спрашивать у бортпроводницы. Мне показалось, что она тоже волновалась. Она обронила такую фразу, ну извините, вот сегодня так. Разогнались и вот-вот должны были оторваться от земли. Но тут пилот резко затормозил. Эти фотографии сделаны сразу после. Пожарные осматривают лайнер, перегреты тормоза. Выяснилось, полёт пришлось прервать, потому что датчик сообщил о пожаре. Как показала проверка, автоматика дала сбой. Самого возгорания не было. Это было ложное срабатывание компьютерных датчиков. Тем не менее, людей ещё час продержали в душном салоне. Авиакомпания признала, вентиляция действительно дала сбой. Причину сейчас выясняют. По существующим нормам, пассажиры должны всегда садиться в уже охлаждённый самолёт. Особенно, когда на улице жарко. Кондиционеры при этом могут работать либо от топлива в баке, либо от внешнего источника. Его за отдельную плату предоставляет аэропорт. Экономит и на керосине, и на оплате наземного кондиционера. В авиации в последнее время очень часто экономят на комфорте пассажиров. Поэтому это практика, часто встречающаяся. Такие ситуации не редкость. Особенно сейчас, в сезон отпусков и чартеров, пассажиры рейса Москва-Ульяновск, пусть и с опозданием, но улетели резервным бортом с работающими кондиционерами. Продолжение следует...